приветствую всех на своем канале сегодня мы с вами посмотрим расклад который называется куда мне нужно идти у нас будет три позиции выбирайте позиции и камешки которые увидите перед собой и давайте мы приступим и так позиция номер один суда на голубенький камешек так куда мне нужно идти у нас 1 2 3 4 5 2 4 5 5 вопросов до 56 она сделаем вот такое поле и мы с вами посмотрим два вот шесть карт и так где вы сейчас сейчас вы находитесь в тройке пендакли что-то строите что-то новое создаете возможно как-то общаетесь это новое она может касаться как вообще некого такого фундамента на ваше дальнейшее будущее либо это касается вашей профессиональной сферы то есть оттачивание своих каких-то навыков умений способности здесь вот вы как будто бы больше работаете над совершенствованием самого себя даже если это не касается профессиональной сферы да то это может касаться вас как личности когда вы работаете над совершенствованием самого себя в правильном ли направлении вы идете это безусловно аркан мира говорит о том что если вы действительно двигаетесь да то вы конечно же двигаетесь правильном направлении почему я сказала если потому что аркан мира иногда бывает такие моменты что мы не идем в это новый да что возможно где-то вы застреваете но вот мне кажется что вы идете но идете как-то достаточно медленно не медленно потому что здесь важен вопрос комфорта что-то вам комфортно было почему потому что вообще сам процесс именно движение вы понимаете что ваша жизнь до ваш путь это некое такое движение поэтому возникает ощущение что торопиться никуда не надо я так или иначе приду туда куда мне нужно прийти только хочется чтобы вот этот вот процесс поскольку здесь вам не важен как этот результат а вам важен путь и здесь ощущение того что вы хотите насладиться этим путем да то есть чтобы вот все было с удовольствием чтобы все было так как вы хотели бы а вообще в принципе здесь идет завершение смена до смена каких-то этапов смена каких-то фаз вашей жизни до что-то за завершается что-то заканчивается что-то начинается поэтому в правильное направление идете когда идете туда но иногда здесь вот есть ощущение что вы вы как будто бы останавливаетесь не знаю иногда включаете вот какого-то маленького ребенка хочется как-то по капризничать хочется как-то посопротивляться здесь еще такие знаете вот какие-то детские моменты непроработанные неважно сколько вам лет и ощущение того что вот я хочу как-то не знаю вот ощущение вседозволенности что ли как у маленького ребенка то есть чтобы я не сделал мне за это ничего не будет потому что я все-таки ребенок возможно груз ответственности вообще по жизни настолько вас приземляет заземляет и становится тяжело что здесь ощущение того что вы хотите как будто бы иногда покапризничать иногда поленицей иногда вот не хочу я делать вот просто какой-то знаете такое дух дух бунтарства у вас просыпается на некоторый такой период вы как будто бы его проживаете да потом успокаиваются ваши внутренние духи и вы движетесь дальше но вот вообще вот этот вот момент как-то вот посопротивляться отказаться не хочу не буду вот вот это вот и иногда бывает но это опять-таки не хорошо и неплохо это вот ваша внутренняя какая-то потребность детская которая где-то видимо в детский период не не была проиграна и вот вы ее все равно продолжаете проигрывать уже взрослым и зрелом возрасте такая необходимость скажем такая потребность иногда просыпается у нас внутренний ребенок слышите ли вы подсказки слышите ли вы подсказки аркан солнца выпадает опять-таки ребенок слышите ли вы подсказки до слышите подсказки но скорее всего здесь подсказки идут логические здесь не то чтобы интуитивно здесь могут быть знаки подсказки как знаки какие-то вот ситуация какая-то случилась да и здесь больше не интуиция мне идет а причинно-следственная связь то есть вы как-то вот логически объясняете ага со мной случилось вот это значит это вот это то есть не то что здесь что-то такое мистическое а именно использование своего ума именно использование своего интеллекта здесь как тут подсказки они связаны с солнцем они связаны с солнцем неожиданные да здесь не неожиданные какие-то ситуации происходят и здесь какие-то большие циклы да может быть течение года как-то либо какие-то вот годовые то есть какие-то знаки которые идут непосредственно на год то есть не на какую-то конкретную ситуацию либо на какой-то период а вот как-то вот на весь год ну я могу сказать что вы к знакам ко всем этим символам относитесь очень позитивно легко как-то вот так знаете по детски особенно когда я убрать мне показывает просто иногда такие картинки маленький ребенок который знаете как этот что-то нашел и на дороге мама мама бежит и критима мама смотря я камешек нашел смотришь ну блин булыжник булыжником да ничего такого да нет вот посмотри вот такой вот либо радуетесь когда какой-то перышко или вот эти вот солнышки солнышки вот вы обращаете внимание да вот на это солнышко бывает как как у одуванчика либо солнышко прилетит вот какие-то такие знаки высчитываете вы считываете перышки но здесь перья мне показывает почему-то перья а еще в детстве вы любили знаете вот эти вот цветочки цветочки любит не любит любит не любит вот прям так очень очень верили вот в эти вот гадания именно на лепестки цветов здесь об этом хорошо что может сбить вас с пути ваше прошлое ваше прошлое и именно знаете какая-то доверчивость вот я говорю здесь детскость она присутствует и с одной стороны это вроде бы хорошо потому что есть открытость миру да и взаимодействия чтобы получать какие-то подсказки а с другой стороны вот это вот ваша открытость даже не открытость плохо а доверчивость наивность какая-то детская вот в этом присутствует какой-то негатив то есть вроде бы знаете такое ощущение что вы сочетаете в себе два две личности до маленького ребенка и взрослого человека то есть иногда вот какие-то вот такие крайности иногда вы выбаете очень серьезным это через чур серьезным человеком таким серьезным дяденькой либо тетенькой а иногда казалось бы вот ну куда уходит весь ваша ваша разумности вы становитесь вот как будто вам маленьким ребенком реально не неадекватным вот вот здесь какая-то наивность доверчивость и наивность еще расскажу доверчивость это хорошо но вот какая-то вот наивность такое чувство что вот как будто вот вас легко обмануть понимаете либо наоборот вы я говорю здесь негативное может быть что может сбить вас пути это вот какая какое-то детское такое поведение либо человек из прошлого может тоже сбивать вас пути либо вот то что вы свое прошлое перекладываете на момент здесь и сейчас я уточню что здесь с этим прошлом аркан справедливости знаете такое чувство что вы как будто бы не умеете видите новые возможности очень хорошо ориентируетесь в прошлом но плохо ориентируетесь как будто бы в будущем у вас нету планов то ли нет каких-то мечт фантазии на будущее вот вы очень часто как-то делаете ориентир на свое прошлое иногда у вас бывает вот какие-то такие моменты детские когда вы поступаете не совсем правильно не совсем справедливо либо по отношению к себе либо по отношению кому-то другому и вот это заставляет вас в дальнейшем закрываться есть какая-то такая вот вас модель поведения до которая связана с либо либо все такая вот открытость до либо наоборот я закрываюсь и я никого не хочу видеть ничего не хочу узнать вот я в отшельнике да я нахожусь в какой-то вот аскезе здесь нету разнообразия понимаете выборе то есть вот какой-то ваш мир он черный либо белый вот полутонов нету здесь и вот это вот мешает как-то вы либо вы не умеете распределять свои ресурсы энергетические либо открываетесь и все-все до последней каплика говорится энергия даете либо потом что-то вам не нравится да как-то вот обижаетесь возможно и не знаю либо просто вам не хватает энергии потом надо восстановиться вы закрываетесь и уходите в другую противоположность здесь вот вот это вот идет то есть сначала что-то случается а потом вы закрываетесь для того чтобы проанализировать ситуацию и принять какое-то решение ну это ваш путь такой ваш опыт такой скорее всего а куда вы вообще идете а идете вы вот к восьмерке педакли к своему мастерству то что я говорила до самого начала где вы сейчас находитесь смотрите вы находитесь в тройке педакли и очень красиво карты подсказали что вы идете к восьмерке педакли то есть именно к становлению себя а как профессионала вообще еще расскажу вот вам даже не важно к чему вы хотели к чему вы придете здесь вопрос в том что то что вот вы делаете то что я говорила про комфорт и удобство и уют восьмерка педакли краски говорит о том что человек делает однообразную работу вот причем каждый день но делает он это с удовольствием ему нравится то есть он здесь курил свои пентакли вроде бы однообразная такая работа но ему это нравится он сосредоточен сфокусирован на том что он делает вот чем больше времени проходит вот в этой работе которая посвящает время знаете как этот вода камень точит и тем больше он как будто бы получает вот признание регалий финансов но для него не важно вот эти вот неважные результаты для него важен сам процесс того как он чеканит вот эти монетки то есть вы по сути идете к восьмерке педакли если это касается профессиональной сферы и если вообще по жизни то к тому чтобы прийти к не кому такому умению мастерству своей собственной жизни то есть стать мастером своей собственной жизни знаете мне такое ощущение что вот у нас вообще все хорошо но вот сейчас по крайней мере все хорошо вашей жизни то есть вы даже не как будто бы не паритесь на тем куда вы идете что вам нужно есть жизни есть вы как будто бы наслаждаетесь вот в этом-то вся прелесть и есть то есть сейчас какой-то такой вот период достаточно позитивный на что нужно держать ориентир иерафант вот на что нужно держать на на свои какие-то ценности я извиняюсь что-то у меня вот глаз сегодня попало я мешает что нужно держать ориентир на иерафанты на какие-то свои ценности на какие-то свои морально нравственные устои на свое видение мира то есть вот у вас есть представление того как вы должны жить этом мире не к никаким должен быть мир а вот каким вы должны быть ну допустим я хочу быть добрым человеком я не могу поменяться до либо я я я по своей натуре например доверчивый человек да и я не хочу меняться меняет в принципе устраивает да есть какие-то трудности которые создаются из-за этого возможно какие-то ошибки но вот здесь ощущение человека который принял свою жизнь до который живет в согласии и даже какие-то вот может быть трудности невзгоды проблемы задачи да не если да он может включаться эмоционально у них но в общем он понимает что это часть жизни и поэтому просто проживает на что еще вам нужно держать ориентир на истину вот здесь хочется сказать ищите истину истину не вовне а истину внутри себя истину внутри себя на принцессу жезлов на новое обучение а вообще даже здесь не не то чтобы про обучение а здесь скорее всего на на искру вот искра которая горит вашей жизни в вашем вашем сердце то есть держите ориентир на то чтобы этот огонек горел внутри вас чтобы никогда не пропадала вот это вот желание и любовь к жизни иногда бывает когда трудной сложности ничего не хочу вот это вот такое апатическое до усталое состояние выгорание здесь такого не нужно допускать вам вам всегда должно нравиться жизнь вы должны получать от нее удовольствие у вас всегда должен быть некий такой флет с жизнью некий такой танец заигрывание формате того что а покажи мне что я еще не видел да либо а сделал вот какой-то такой вот диалог который с одной стороны расширяет ваше сознание потому что вот иерофант это тоже такой человек который углубляется в знания но при этом не просто только для себя как по отшельнику а вот здесь вот от ваш отшельник он сменяется иерофантом когда человек проживает некий такой опыт и он делится этим опытом с другими людьми то есть ему необходимо то есть не для себя не эгоистично а вот что-то узнал поделить вот именно вот это вот взаимодействие здесь вопрос вообще не про людей не про профессию а здесь вопрос между взаимодействия между вами и миром вот вы и ваша жизнь такое ощущение вот как будто у вас есть некий такой контракт жизни и все что происходит здесь происходит между вами и вами между вами и жизнью все остальное это бутафория лишь до неважно и там профессия люди это все бутафория для вас важно вообще как вы идете по жизни вот на это делаете больше акцент насколько вы идете в соответствии со своей совестью где при каких условиях вы поступаете с ней да где вы сами себе нажимаем наступаете на горло где возможно вы сами собой не обращаетесь как не знаю как с человеком разумным возможно до человеком достойным человеком который является самой душой то есть вот здесь здесь такие вопросы на что вам нужно ориентироваться вот упадает аркан звезды вам нужно ориентироваться на свою душу да вот на своих поэтому я сказала здесь что здесь не столь важно знаки почему потому что это вот как-то знаете просто как как некий такой лунопарк до знаки взаимодействия с миром это для вас развлечение от вот какая-то вот детская игра да вот это вот то что я сказала до перышки там это солнышко которая летает лепестки и цветов которые ну гадаем там любит не любит либо получится не получится вот это вот игра это это детская игра вот у вас есть эта детскость и вот здесь нужно ее использовать позитивном ключе не в негативном как капризность а вот именно в позитивном в плане вашего мировоззрения на мир когда вы смотрите с открытыми глазами когда вы хотите все познать когда вы хотите все потрогать когда вы хотите все пощупать то есть здесь здесь вот я говорю вот этот вот какой-то флирт заигрывание идет и здесь поэтому важно слушать себя и знаки здесь не столь важно для вас по крайней мере на этом пути потому что вам не надо вы намного понимаете выше уровнем того что знаете знаки нужны тем людям у которых нету внутреннего такого путеводителя до которые не совсем осознают и понимают куда они идут что то есть им нужно какие-то подсказки то есть им им нужен учитель который их будет вести а вы являетесь самим учителем сами для себя то есть вас учит непосредственно сама жизнь и вот вам не нужны книги вам не нужны курсы семинары вас учат сама жизнь и поэтому вам нужно просто научиться понимать жизнь да поэтому и солнце то выпало в плане ума то что я сказал интеллекта делать правильные выводы да вот выводить вот эти логические цепочки причинно-следственных связей и при этом слушать отклик своей души то есть вот что что вы хотите здесь вот самая главная подсказка для вас то что вы хотите сделать если у вас отклик в душе если есть просто делайте и неважно правильно неправильно ничего вообще не важно важно чтобы был отклик и это самое главное путеводная звезда у вас по жизни это вот ваша внутренний ваш внутренний свет ваше внутреннее сияние как вы это понимаете если вы идете правильным путем вы сияете если вы сияете значит у вас высокие вибрации а когда у вас высокие вибрации у вас все складывается в жизни не это и есть счастье то есть соединение внутренней гармонии и отражение и и вовне у нас получается вот этот сан тандем внутреннего удовлетворения с внешним удовлетворением люди это называют счастье так вот когда на душе хорошо и вовне хорошо так вот чтобы это все сложилось чтобы вы ощутили себя счастливым человеком да у вас есть абсолютно все внутренние ваше ощущение которому вам нужно прислушиваться и вы прекрасно это умеете делать и обращать внимание просто на внешне если отклик туда ли вы идете или нет и корректировать то здесь принципе стати а физически у вас здесь все хорошо все прекрасно я не вижу чтобы были какие-то трудности там преграды или все мне кажется самая большая преграда это вы то есть вы уже на таком пути находитесь и на таком уровне правильнее сказать что мы вам уже вам уже никто не учитель скорее вы являетесь учителем для других нежели кто-то для вас будет являться учителем поэтому я сказала что для вас акцент важен на процессе не на результате на процессе потому что сам процесс он вас учит он вам показывает вот как у маленького ребенка да там я не знаю взял какой что какой-то тяжелую какой-то тяжелый предмет да там я не знаю крышку с кастрюлей крышка со скользнула упала на ногу больно на ребенок понимаешь больше делать нельзя да потому что это может упасть вот здесь вот примерно такой примитивный условно говоря способ сделали что-то посмотрели на результат такие результат удовлетворяет значит я правильно иду то здесь очень все элементарно очень все просто и вы этим владеете поэтому чисто теоретически вы идете правильным верным путем и так а позиция номер один куда вам нужно идти да правильно ли вы вообще идете каким путем вы идете двоечки смотрим вас вторую позицию красный камешек 6 карт так там у нас 2 выпало 2 так и 2 значит 2 4 5 на 6 хорошо так где вы сейчас где вы сейчас сейчас вы набираете ресурсов до сейчас вы набираете сил на своем пути такое некрасивое слово ну вот как будто бы сейчас вы набираетесь мозгов я извиняюсь за выражение но вот здесь вы как-то так не идет да то есть набираюсь ума набираюсь ума падаю снова встаю иду снова падаю в конечном итоге вопрос не в том сколько раз ты упадешь либо сколько раз встанешь а вопрос в том почему ты не смотришь под ноги на почему вот с тобой происходит какие-то ситуации когда которые можно было бы избежать для этого нужно быть более внимательным то есть вы как совершаете какие-то лишние ошибки то есть можно было бы их избежать и опять таки образно да смотрите как будто бы под ноги и тогда вы не будете падать а здесь вот вы падаете здесь вот ощущение того что ошибки которые вы совершаете ну они они не то чтобы они глупые их можно было избежать я знаю как как они по не по невнимательности знаете какой-то вот нерасторопный какой-то человек невнимательный человек и это забирает у вас силы знаете как то вот по мелочам по мелочам по мелочам и что-то смотришь и вроде бы и сил нет поэтому сейчас вы находитесь на том этапе когда вам нужно по ним понять почему я вхожу вот в эти кризисные моменты по пятерке педакли да почему я вообще чего-то лишаюсь почему у меня что-то забирает ну наверное если забрали значит были где-то в чем-то невнимательный и позволили чтобы вас забрали да почему у меня что-то украли например украли деньги ну возможно где-то были не внимательно надо было бы быть более осторожным например из сумки не вытащили деньги может быть не надо в сумке держать деньги то есть надо сделать здесь какие-то выводы здесь об этом потому что а вообще здесь это связано с вашими внутренними какими-то страхами которые вам необходимо преодолеть вот когда вы станете более уверенным человеком тогда вы заметите что вот эти вот ошибки они уйдут из вашей жизни потому что их задача как будто бы вот вызывать у вас вот эти вот мелкие какие-то страхи чтобы их наконец-таки побороли здесь именно мелкие страхи но их очень много вы знаете как одно дело когда один большой таракан который не убиваем и чтобы с ними а другой сделка до их несколько таких маленький 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 тараканчик вот и они разбегаются во все стороны и не знаешь кого убивать вот здесь вас очень много 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 таких вот маленьких тараканов которые съедают ваши силы которые с пожирают вашу энергию но смотрю куда вы идете есть такое ощущение что вы сейчас на данный момент вообще никуда не идете вообще никуда не движетесь так это сколько знаете здесь кто-то даже когда полы моет не обращает внимание на то что влажная поверхность да и вот может подскользнуться невнимательность вот не идет просто невнимательность здесь у людей и она вот если бы вы были опять таки в чем смысл внимательности либо отсутствие его в том что когда вы находитесь в моменте здесь и сейчас когда вы внимательно вы полностью фокусируетесь на то что вы делаете вы это делаете осознанно это и есть момент здесь и сейчас когда вы делаете на автомате вы как будто бы не осознанно вы не понимаете ваше внимание она блуждает где-то в других местах идет вот некое такое распыление здесь вот ощущение того что сейчас вас учат вы как будто бы никуда не идете вот сейчас вас учат быть внимательным то есть наблюдать за собой куда идет ваше внимание куда вы тратите свое внимание то есть на что вы тратите свое внимание куда падает ваш взор в течение дня я не имею ввиду вообще по жизни именно в течение дня здесь ощущение на какие-то иллюзии вот как как какие-то дела вы делаете которые можно было бы их и не делать понимаете и здесь вот хочется сказать посидите и понаблюдайте за собой либо если вы делаете что-то делайте это с пониманием с вашим присутствием здесь вот вы на автомате делать им не присутствует может на мне не знаю делать какие-то домашние дела и мысли ваши идут о чем-то другом и вот здесь то что с вами сейчас происходит то чего у вас учат чем у вас учат быть в моменте наблюдайте где ваше внимание на что вы бросаете свой взор вот такое вот ощущение что вот как некий такой фонарик до ваши глаза это фонарик вот смотрите этот фонарик на что смотрит ваши глаза это фонарик куда направляется вот этот вот вектор а свету куда вы направляете свой лучше внимания под наблюдать и хотя бы полдня вы посмотрите сколько энергии вы растрачиваете сколько ненужности вашей жизни здесь вы как будто бы время свое тратите зря ладно в правильном ли направлении вы идете пятерка пиндакли в правильном ли направлении вы идете да здесь идет знаете какое-то вот такое разрушение сжигание чего-то ненужного вот то что здесь так интересно вот я вроде бы задаю вопрос куда вы идете слова идете она подразумевает некое такое движение у меня нету здесь движения у меня как будто бы вроде бы вроде бы ситуация статично но при этом она и подвижно то есть я бы не сказала что куда вы идете а я бы сказала на чем вы работаете в моменте здесь и сейчас потому что ну это примерно одно и то же вот вы работаете как будто бы над сжиганием чего-то такого прошлого и на над над возгоранием самого себя на то чтобы зажечь себя на то чтобы не знаю как будто будут поддержать поддержать себя свои какие-то ресурсы я говорю здесь вам не хватает энергии возможно не хватает времени не хватает сил здесь вам не нужно думать откуда вы должны взять во внешнем мире ресурсы здесь вам нужно посмотреть куда утекают эти ресурсы перекрыть вот что я говорила обратите на что вы бросаете свой взор на какие мысли что вы постоянно думаете о чем вы постоянно вспоминаете вот здесь вы на это тратить очень много энергии если вы понаблюдаете вы посмотрите как разворачивается ваша жизнь что не так в этой жизни вот как киноленту посмотрите вот представьте кадр-кадр да вот так вот я встала зубы там почистила утренние процедуры потом там завтрак что потом и вот вы если так прокрутите вы увидите что каждый день вы совершаете одни и те же действия а теперь посмотрите свои мысли про про проанализируйте как часто вы возвращаетесь к чему-то из прошлого либо как часто вы думаете о чем-то негативно слышите ли вы подсказки вы умеете умеете слушать подсказки по двойке мечей но если вы направляете свой взор не вовне а внутрь себя если вы знаете как будто бы успокаиваете себя и успокаиваете свою голову когда вы прекращаете метаться когда вы прекращаете сомневаться когда внутри вас есть вот этого тишина и спокойствие вы концентрируетесь опять-таки про концентрацию вы концентрируетесь на себе тогда вы можете услышать и внутренний голос тогда вы можете услышать и подсказки если вам необходимо тогда вы можете прислушаться к своей интуиции все будет работать у меня такое ощущение что здесь вот абсолютно три разные личности людей это с разными характерами так что может сбить вас с вашего пути пятерка кубков огорчение да опять-таки когда вы акцент делаете на на свои какие-то утраты на то что утрачено а не то что приобретено вот когда вы делаете акцент на сожаление вот я говорила до этого о том что вам нужно больше фиксироваться на на своих даже не ощущениях а скорее всего вот на мыслях почему-то наблюдать за своими мыслями и я сказал умеете ли вы слушать слышать вот эти вот подсказки вы их умеете но и что может сбить вас это когда вы вот в этом наблюдении не делаете акцент на что-то позитивное на что-то хорошее а вот он как будто бы вас это ну не знаю начинаете думать и ваши мысли как-то уходят в воспоминания чего-то прошлого и вот вы прокручиваете этот сценарий в голове и прям включаетесь в него эмоционально и вспоминаете вновь и вновь свои неудачи в свои какие-то поражения и порой вот прям здесь ощущение того что вот как будто вот вам нравится пострадать пятерка кубков говорит о сожалению об огорчении а какой-то вот знаете вот незрелости возможно да то есть я не ищу решений я как будто бы упиваюсь вот вот этим вот горем то есть а ты знаешь какая у меня сложная жизнь была ну окей было что точно может быть никто и не отрицает что может быть и было действительно это это же не значит что нужно вот на ней прям как-то акцент делать вот вы как-то на этом делаете акцент на каких-то поражениях и тем самым вы теряете какие-то возможности плюс ко всему вот у вас как будто бы забирают и энергию вы тратите очень много энергии на этом вот это вот вас может сбить с вашего пути огорчения сожаления утраты всевозможные неисполнение ваших ожиданий когда вы чего-то ждете она не случается и вот вам от этого больно и вот вы переживаете здесь есть такое ощущение что вот вот это вот драматизация да это является частью вашей природы частью вашей жизни и она выполняет какая какую-то для вас необходимую функцию в чем эта функция какая польза вот от этой драматизации пятерка мечей до самокритика и окон суда скорее всего здесь идет как может быть для кого-то как и карма да как выплата своей кармы для кого-то может быть вот эти вот моменты всплывает для того чтобы очиститься чтобы помочь вам переродиться для того чтобы произошли какие-то изменения что из-за изменения должны происходить когда вы а это должно заставить вас двигаться дальше то есть вот вот таким образом движетесь вперед к своему удовольствию интересно такая знаете дуальность из горя в радость из горя радость как этот как осьминог так знаете вот выбросил вот эту вот свою черноту да вот это огорчение и тем самым продвинулся вперед потом опять выбросил и опять продвинулся вперед вот как как-то так вот вы идете пульсирующе я бы так сказала ну и параллельно вы как будто бы проходите таким образом свои кармические уроки хорошо а куда вообще вы идете десятка мечей какому-то завершению вы идете что здесь должно завершиться какая-то остановка вы идете сейчас к завершению вашего этапа когда вы остановились для того чтобы проанализировать какой-то свой прошлый опыт либо то что было связано с прошлым либо шишки которые сами себе набили и это должно переродиться во что-то новое во что новое здесь должно это переродиться да что ж такое-то сегодня глаз у меня а вы должны найти баланс в своих эмоциях поэтому здесь вот как будто бы кармичность в плане повторности идет то есть одно и то же одно и то же вот вы должны выйти из этого вы должны научиться осознавать и понимать свои эмоции для того не для того чтобы ими управлять а для того чтобы понимать как а как вы устроены как работают ваши эмоции что способствует вам то есть понимаете как мы не можем когда запустился эмоциональный процесс внутри себя остановить это то есть например если есть какие-то разочарования слезы либо огорчение мы не можем вот именно когда уже все запущено этот процесс этот маховик остановить но вы можете понаблюдать а поэтому я и говорила про наблюдение и посмотреть и увидеть что запускает этот механизм эмоций да когда вот вы начинаете огорчаться ведь какая-то мысль запускает мысль а что там было в той ситуации то есть вот эта вот мысль вспомнили и дальше пошло-поехало вот вам нужно научиться не допускать вот славливать себя на моменте когда эта мысль появилась и вот в этот момент не допускать разворота этой ситуации а повернуть в другое русло в то в которое хотите вы то есть окей сейчас если я продолжу так думать я буду там опять-таки переживать там драматизировать какую-то ситуацию и горевать а я этого не хочу а что я хочу а я хочу что-то хорошее позитивное так разворачивайте этот механизм в позитивные ключи и тогда вот этим вот таким способом у вас и получится что вы сможете управлять как будто бы управлять своими эмоциями то есть вы придете к какому-то балансу здесь надо просто вам менять мысли но они просто так мысли не меняются для того чтобы что-то поменять в себе это надо заметить а чтобы заметить надо это отслеживать вот то что я и говорила о внимании вам нужно вот это и есть управление собой да то есть я выбираю то есть свобода вашего выбора когда вы выбираете горевать вы выбираете переживать нервничать вы обижаетесь то есть это ваш выбор вы можете выбрать что-то другое но для того чтобы выбрать вам нужно заметить как я это выбираю для чего я это выбираю чтобы потом поменять то есть вот то вы сейчас находитесь на этом пути на что вам нужно держать ориентир вот аркан смерти на изменение в вашем сознании то что я сказала на то чтобы оставить прошлый опыт какой опыт аркан луны вот эти вот свои страхи вот эти свои сценарии автоматические здесь про автоматизм горит здесь нужно очиститься здесь нужно все время держать себя на высоких вибрациях что значит высокие вибрации это значит что не нужно впадать вот в этот негатив в эмоции которые у вас пожирают вашу энергию а для этого нужно постоянно себя спрашивать течение дня что я сейчас чувствую что я хочу допустим там мне я не знаю мне грустно ok что я хочу я хочу вот этого и дело то есть вы должны быть весь день в контакте с самим собой я например чувствую усталость ok почему я чувствую стал что произошло по куда я слил свою энергию на обратить на это внимание здесь нужно диалог вести собой в то что я говорила по двойке мечей да умеете ли вы слышать себя свои подсказки вы умеете для этого нужно вести диалог собой постоянно задавать вопросы что я сейчас чувствую где я это чувство почему я это чувство то есть учиться общаться взаимодействовать с собой и когда вы здесь в чем в чем фишка когда вы задаете такие вопросы вы акцент делаете внимание свое обращаете на ответы которые вы сами себе задаете то есть они же не на автомате вопросы появляются вы должны включиться в этот процесс по продумать этот вопрос задать самому себе услышать ответ вот это вот и есть момент здесь и сейчас чем больше таких моментов тем больше вы сможете замечать что окей сейчас я опять подумала не о том сейчас я опять подумала в негативном ключе сейчас я опять создаю ситуацию которая ну в дальнейшем будет раскручиваться в негативном ключе и как следствие я мои энергии понижаются вам не надо чтобы они понижались вам нужно держать свои энергии на высоте на частоте плюс ко всему вот эта частота это же является ваша защитный механизм это же ваша иммунная система это ваше настроение поэтому как мы можем оследить упали у вас энергии нет а вы посмотрите когда у вас падает настроение как вы себя ощущаете как часто в течение дня у вас падает настроение не говорю что вы все время должны быть радостными вас все время должно быть фоновое на рабочее такое состояние нормально хорошо мне хорошо не комфортно мне удобно то есть я в рабочем состоянии хотя у каждого она может быть свое найдите свое рабочее состояние смотрите когда вы выпадаете из него задайте вопрос что я до этого подумал о чем я подумал либо подумала что у меня упало настроение вот вот это вот настроение это и есть ваша защитная защитный механизм от всех бактерий микробов и так далее от всех вирусов это ваша иммунная система поэтому ну здесь все просто таким образом вы повышаете свою энергию свои вибрации не энергия вибрации повышать такая вот у меня была двоечка второй раз так для вас дела на смерть она так переходим к позиции номер три зелененький камушек куда вам нужно идти куда вы идете так 6 карт 46 где вы сейчас четверки педагли сейчас вы сражаетесь за то чтобы удержать то что для вас ценно то чтобы вы уже накопили то что вы имеете и не хотите с этим расстаться не хотите оставить это отстаиваете свою какую-то точку зрения здесь есть ограничивающие вас убеждения что за ограничивающие убеждения которые вы держите вы держите за свои какие-то знания либо за какие-то тайны то что вам пока не известно вот пока вы не поймете пока вы не узнаете пока вы не прольете свет на эту тайну вы это отпускать не готовы что это за тайна что это за секрет за что вы тут держитесь за шестерку педагли за какое-то физическое удовлетворение либо финансовое удовлетворение король кубков за то что вас наполняет то есть пока вы не разберетесь что будет вас наполнять что будет давать что является вашим ресурсом как прийти к тому чтобы ваш финансовый аспект либо физический мир приносил вам удовлетворение вы никуда идти не будете то есть вы как будто вы знаете вот хочется сказать хотите понять как зарабатывать деньги до изучайте финансовую грамотность вот у вас нечто такое я хочу понять что значит финансовая грамотность поэтому я никуда не хочу идти пока я не разберусь в этой теме и вот у каждого человека здесь своя какая-то тематика может быть но однозначно это связано с тем что у вас наполняет то что приносит вам какое-то вот удовольствие здесь какие-то знания возможно понимание себя возможно понимание вашего бессознательно то что то здесь человек говорит я не пойду никуда пока я не найду не найду на ответ на свой вопрос вот здесь как-то так правильным ли направлении вы идете сейчас аркан умеренности но сейчас вы никуда не идете сейчас вы никуда не идете сейчас вы находитесь как раз таки вот в моменте внутренних каких-то перемен преображений внутри вас которые в дальнейшем будут влиять на на внешний мир здесь идет некое такое очищение очищение слияния вот вы к действительно как алхимик знаете сейчас все переливаете из одной пробирки в другое по не хотите понять вот если я вот это так и сделаю то что будет а если еще вот так добавлю а если потом вы как будто бы вот в процессе находитесь мне действительно показывая показывает вас как человека который находится в лаборатории и что-то переливает из вас занимается духами создание вот ароматов да потому что вот я вижу пробирки и они какие-то такие едина где-то цветы где-то цветные я имею ввиду где-то эфирные масла вот кто-то что-то такое переливает это если прямом смысле а если метафорически то как будто бы вот вы а может кто-то готовит здесь знаете вот как это специи по вкусу а если я добавлю там немножечко паприки либо добавлю немножечко там не знаю я даже не знаю как по-русски называется эти все специи вот а если я добавлю еще такой травки а если я добавлю что-то такое может быть кто-то действительно шаманит либо как ведьмы да вот варят какие-то зелья то есть вот все эти образы метафоры они говорят о том что вот вы сейчас работаете находитесь в активном процессе именно создание для себя какой-то своей модели то есть прежде чем куда-то пойти вам нужно понять себя да вот какую-то стратегию выстроить и вот вы сейчас работаете над этой стратегии то есть для того чтобы провести ритуал его нужно сначала создать то есть сначала его нужно взять из мира идей то есть по сути придумать на что зачем почему как это все будет происходить вот вы сейчас находитесь в таком процессе но это процесс не не ментальный вы не мечтаете а вы это действительно пробуете я пробую так ну то есть если простыми словами говорить они магическими то это может быть а там я не знаю например готовите что-то на заказ взяли какой-то торт да у вас есть основной рецепт коржа вот с кремами и с украшением хотите попробовать да по поэкспериментировать вот вы здесь делать а что если я вот так сделала если я вот это добавлю здесь что-то такое может быть слышите ли вы подсказки нет нет здесь ощущение того что вы сейчас как будто бы отсекаете отсекаете все подсказки отсекаете все звуки это как знаете как человек который не хочет слушать внешний мир он надел наушники и он находится вот включенным свой какой-то процесс то что сейчас ним происходит и он отключил отключен от внешнего мира вы как находитесь в какой-то вот звукоизоляции какое-то такое помещение не знаю может быть кто-то песни какие-то пишет в студии да и вот какое-то такое помещение звукоизолированное либо я не знаю звукоизоляцию делайте у себя дома вот но это для кого-то а так в принципе вот вы как будто бы изолируете себя от внешнего мира я не хочу ничего слышать я не хочу ничего и сильно прослышать мне идет да так интересно король мечей вроде бы казалось может быть про подумать нет а я я ничего не хочу слышать я все отрезаю мне ничего не нужно я сам все пойму я сам со всем разберусь самостоятельно поэтому вы вы не принимаете не то что и вы знаете что эти подсказки есть вокруг вас здесь человек такой который по необходимости может считать любую подсказку но вы как будто вы закрываетесь мне не нужны подсказки такое ощущение что вы ведете диалог беседу с миром и вы как будто бы на полном серьезе говорите знаете кто-то говорит отстань от меня на то есть оставь меня в покое мне не нужны твои подсказки мне нужна твоя помощь я сам все решу это вы миру так говорите я хочу все попробовать самостоятельно в этот раз я хочу сделать так как я хочу даже если я ошибусь это будет мой выбор вы как будто бы себе что-то объясняете себе что-то говорите почему то вы себе усложняете этот путь я не могу понять почему потому что но вы могли бы спросить о подсказке либо услышать эти подсказки просто захотеть но вы осознанно закрываетесь вы не хотите для вас почему-то важно вот это вот ваша самостоятельность ok принимая важно так важно что может сбить вас пути ну вот семерка жезлов избивает вас вашего пути то есть ваше вот это вот закрытие когда вы закрываетесь вы отстаиваете свою точку зрения я не хочу никого слушать оставьте меня в покое почему давайте я посмотрю почему тут вот закрытость такая позиция вас сбивает с вашего пути ну вы идете более медленнее более медленнее чем могли бы идти а вот о чем здесь говорит уж кубков дьявол ну потому что включается вас дьявол да вы же понимаете вы же одаренные люди вы одаренные люди вы это знаете вы знаете свои способности вы знаете что вы можете и вот как будто бы сами себе бросаете вот этот вызов потому что вы не хотите просто вы не хотите чтобы вам кто-то подсказал я имею ввиду вселенную опять-таки я не говорю про людей я имею ввиду вселенную духов силы с кем вы коммуницирует даже здесь есть какая-то коммуникация вы кому-то вы знаете конкурируете вы как вы на таком уровне когда вы конкурируете с духами силами представляете да уровень вот вы вы не хотите я не хочу я хочу сам добиться вот для вас вот это вот самостоятельность почему-то важна я почему а потому что таким образом вы как-то вот двигаетесь двигайтесь дальше это вот ваш путь в развитии вот вы так для себя придумали что это ваш путь развития вселенной говорит такие я тебя поняла да 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 смотрите тройка жезлов восьмерка жезла да и аркан колесницы таким образом вот вы совершаете прорыв получаете какое-то внутреннее знаете удовлетворение то есть одно дело когда все готово и мне кто-то преподносит есть люди которые говорят ну зачем я дурак что зачем прикладывать столько сил когда есть возможность получить какую-то помощь да а вы говорите нет не надо зачем мне помощь я способный человек я сам могу это сделать я сам это получу и вы это самостоятельно делаете где вы делаете из этого какие-то выводы даже если ошибаетесь но это вот ваш путь продвижения ваш путь развития вы используете свой интеллект таким образом оттачиваете свои навыки растете что-то понимаете ну окей хорошо а куда вы идете куда вы идете пока вы не знаете куда вы идете да здесь девятка мечей пока вы тревожитесь пока вы переживаете волнуетесь не знаете не знаете сомнимаетесь в чем вы сомневаетесь нужно ли разрушать то что то о чем вы думаете стоит ли разрушать эти мысли стоит ли разрушать все эти идеи то есть есть какая-то хитрость в этом это как-то связано с тем что вы к чему-то прикладывали долгое время какие-то усилия и вы ждете что это все равно даст каких-то результатов то есть не знаю зачем срезать какое-то дерево только из того что она маленькая когда можно подождать и она обязательно если она фруктовая но принесет фрукты которые можно будет есть но при этом вы понимаете что дерево на какое-то ну немножечко болеет и вот здесь какая-то вот ваша вера здесь 50 на 50 дерево может и выжить а может и не выжить и вот вы как будто бы надеетесь на лучший исход что а вдруг это получится ну то есть вдруг это получится вдруг будет какой-то шанс вы не хотите разрушить то во что вот вы как-то верите во что вы тут верите что вы найдете выход во что вы верите восьмерка мечей и мага то что вы являетесь этим магом что достаточно что-то захотеть и вы найдете решение и выход из сложившейся ситуации неважно сколько раз вы подвергались неудачам вы обязательно найдете знаете вот вы тот человек который не оставляет шансов прям до последнего мне здесь показывают на этим кого-то как в реанимации когда остановка сердце идет всегда есть какой-то врач который будет будет до последнего делать искусственное дыхание мы уже говорят что ну все оставь человек уже умер да то есть уже все уже остановка а он не слышит он не слышит он настолько настолько включен что я хочу его спасти я спасу этого человека и иногда это оборачивается успехом что да никто не верил а вы верили и это получилось да и человек ожил человек пришел к жизни а иногда это не не приводят каким-то результатом и вот вашей жизни как будто бы такая ситуация 50 на 50 и вы не знаете верить либо не верить потому что вера она может у вас был такой опыт когда приносил то во что вы верили это приносил успехов но также вас был ровно столько же опыта того что то во что вы верили это не приносило никакого успеха никакого результата и вот куда вы идете вы вы не знаете как будто бы вы переживаете вы не знаете этот результат он даст вот эта вот ситуация эти мысли которые у вас есть голове результат или нет ну хорошо на что вам тогда нужно держать ориентир на гармонию и на аркан шестерки жезлов на победу на триумф на внутреннюю уверенность удовлетворение своих собственных желаний и при этом быть в гармонии при этом быть и в балансе вам нужно ориентироваться на то что вам приносит удовольствие вам нужно ориентироваться всегда на то что вас наполняет если есть такая необходимость либо такая возможность до идти вот в тандеме с кем-то то туда партнерство на партнерство да здесь тоже можно ставить вам нужно всегда идти новым путем знаете здесь вот та победа которая говорила 50 на 50 увенчивается успехом всегда то во что вы верите и здесь ключевой момент то чего вы не боитесь вот именно отсутствие страха это полная вера а это то на что вам нужно держать ориентир а здесь выпадал у нас девятка мечей то есть страхи и сомнения даже если то куда вы идете то что вы хотите получить есть да и к маленькая сомнения это не получится вам нужно научиться настолько безоговорочно слепо верить вот именно в успех в результат того что вы хотите получить только при таких условиях вы сможете вот знаете иногда даже до безумия то есть верить в то что во что другие вообще они верят едино если это например там ваш партнер да и кто-то его но я не знаю оговаривает вам показывают там какие-то доказательства говорят что вот ваш человек там но условно говоря вас предает либо вам изменяет либо что-то делает за вашей спиной но внутри вас есть вот этот внутренний голос который говорит нет это не так вот чтобы вам не говорили вы настолько верите что это действительно так происходит и потом оказывается что действительно этого человека поставили до его оговорили либо еще что-то вот здесь вот эти вот моменты нужно научиться распознавать когда есть стопроцентная вера а когда ее нет здесь вопрос не в том чтобы верить либо не верить а здесь вопрос в том что вам нужно научиться распознавать кому можно верить а кому нет где чувствовать эту это вот внутреннее какое-то ваше ощущение пока что говорит у ником безумие безумие делать то и не верить в те ценности которые важны именно для вас даже если это будет очень и очень трудно все равно нужно двигаться вперед к своим каким-то желанием своим баркану императрицы к своей какой-то внутренней вере того что у меня это получится здесь всю историю нам делают страхи и какая-то тревожность сомнения мысли какие-то не очень хорошие если второй позиции вам нужно было повышать там двойкам нужно было повышать свои вибрации то здесь вам нужно работать со своей какой-то тревожностью здесь вам не с эмоциями работать с вопросом веры верой в то что вы делаете вера в то что вы хотите получить и здесь как раз к первично это вот как-то все взаимосвязано с самим собой вера в самого себя то есть получу этот результат или нет зависит от того что а нужен ли он не уровень ценности этого результата в моей жизни если он действительно нужен то вам вообще море по колено вы как маг можете создать из ничего абсолютно все и при этом пошуту если верить вот прям до безумия верить в свой результат этот результат он просто материализуется из ничего вот просто так и вы сможете его получить и вот вот здесь поэтому вам подсказки не нужны потому что одну вы сами знаете как это сделать вопрос только почему вы не верите вот такой меня был расклад и для троечек я благодарю вас всех за внимание благодарю вас за ваши комментарии что вы остаетесь со мной за донат и все время забываю но вот говорить об этом но я очень благодарный человек я если я забываю это не значит что я не ценю а благодарю 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 вас от всей души просто так что вы есть моей жизни и что я есть вашей жизни наверно и вообще это взаимодействие вас со мной мной с вами она уже стала такой знаете настоящей дружбой что ли и иногда мне этого не хватает и вот хоть я и когда записываю сама собой на камеру говорю вот но я же читаю ваши комментарии у него такое ощущение что я сижу перед большой огромной публикой огромной аудиенции до аудитории скорее всего и люди столько много людей столько много глаз на меня смотрит слушает вот и я благодарна вам за вашу преданность прощаюсь с вами до следующего расклада не забывайте на выходные заходите в раздел сообщества чтобы не пропустить blitz консультации и вся информация обо мне есть по ссылке ниже под названием мои контакты прощаюсь с вами всем пока пока